Светлану Янкарцеву, студентку третьего курса, по праву можно назвать звездочкой Муромского промышленно-гуманитарного техникума. Про таких раньше говорили отличница, комсомолка, спортсменка и просто красавица. Что не год, то новая победа. И что немаловажно для образовательного учреждения именно на профессиональном уровне. На всероссийском конкурсе продавцов, девушка Роли, наша девочка Света Янкарцева заняла третье место. Из 24 регионов области мы поставляли Владимирскую область. Это, я считаю, очень хороший показатель. Она награждена дипломом и, самое главное, получает грант 3-7, 30 тысяч рублей. Это Министерство образования. Задания, с которыми справилась Светлана на всероссийской олимпиаде, могли впечатлить даже опытного продавца с большим стажем работы. Что делать? Современный рынок труда диктует свои условия. Практическая часть – это было обслуживание покупателей на посттерминале, работа в гастрономическом отделе, потом видеосюжеты по проблемам покупателей-продавца на знание закона, потом идентификация посудохозяйственных изделий, то есть керамики и стекла, потом определение группы сыра по органолитическим показателям и подарочная упаковка, где мне досталось упаковать к тематике «Ко дню влюбленных». А на второй день, ну, олимпиада проходила два дня, на второй день у нас была реклама и визитная карточка, на которой мы представляли город, область, ну и меня, нашу техникум. Светлана твердо шла к цели с 12 лет. Уже тогда девочка мечтала стать не просто продавцом, а настоящим профессионалом в своем ремесле, способным понять клиента и помочь ему сделать правильный выбор. В лице многих покупателей, они видели во мне друга. Они именно ко мне приходят, вы завтра работаете, подскажешь, что посвежее, что повкуснее, то есть уже работаешь, знаешь. В этом году девушка заканчивает свое обучение в промышленно-гуманитарном техникуме. Впереди выбор пути. Либо высшее образование, либо работа по специальности. Осталось только пожелать Светлане сделать этот выбор максимально правильно. Елена Петрова, Александр Барсуков, Новости 24, Муром.